дорогие друзья мы с вами на dros подкаст у нас сегодня вообще уникальный гость многие его ждали мой товарищ друг двукратный чемпион мира по кикбоксингу двукратный чемпион европы по боксу чемпион мира по боксу чемпион олимпийских игр по боксу чемпион мира по профессиональному боксу саша русский витязь поетки здравствуйте привет привет круто рад тебя видеть в этой студии все наши друзья с тобой здесь многие как точно уже здесь были вот поэтому готовились к разговору есть о чем поговорить давай конечно как твое самочувствие целом как настроение у тебя слушать нормальное настроение самочувствие тоже вроде ничего все замечательно все нормально да ты меня позвал я не мог отказать тебе ты знаешь да спасибо саш не знаю ну многие конечно знают но некоторые ребята не знают что ты у тебя достаточно хорошая была карьера в кикбоксинге да ты получается два раза по юниорам раз выиграл мир и мало и по взрослым у тебя была хорошая достаточно карьера почему там не остался в кике ну кикбокс мне нравится этот вид спорта и нравится до сих пор очень нравится есть одно но он не олимпийские спорта самое главное знаешь все-таки бокс он намного там нам больше спортсмены он более сильнее мне кажется потому что больше сопротивления больше конкурентов наверное за этого самого олимпийские спорта знаешь мир мир выиграл да и захотел дальше там на в олимпиаду шагать да я выиграл мир по кикбоксу да и понял что надо побоксировать по боксу потому что все-таки бокс это олимпийские спорты вот самое главное и вот ты в кикбоксинг пришел ты же ну по примеру кого-то кто-то такого-то это увидел или фильм или какого-то актера я честно тебе скажу я я смотрю брюсли как все смотрели брюсли брюсли ногами махал до ходил я ходил на каратэ на рукопашный бой там с ребятами потом я я как все думал что и такие вот пришло нет я пришел на бокс и боксом и кикбоксом занимался там на боксе правильно да параллельно да и мне предложили туда поехать как раз были у нас сборы там в москве приезжай на сборы потренироваться узкие боксерами вески боксерами подрался там и предложили давай дальше я там выиграл до выиграл спарринги и и пошел дальше попал на первенство россии по первенство мира как раз она проходила в москве первенство мира это 97 год не было 18 короче 97 на 18 лет было это еще по молодежи был и вот по молодежной чемпионат мира я выиграл первый раз я недавно разговаривал недель назад разговаривал с константином новиковым вот ты знаешь такого-то это ваша тренер с ска как раз по кикбоксер да и тут он мне напомнил но у меня тоже там карьера же было это два раза помыли три раза вооруженку выиграл даты и он мне напомнил что мы в 1999 году когда был чемпионат вооруженных сил россии по кикбоксингу в теплом стане в москве мы с тобой боксировали в одной программе то выиграл ну то есть ты выше категория не помню вы сашим я тебя тоже и больше расскажу лишь как он не напомнился что выиграл тоже вооруженку по кику вот девятом году я то что знаешь так меня потворил что и пакет вообще я новую проиграл а вот тогда приставишь так он послал силу поизвода ты боксировал во сколько 81 86 я боксировал 86 это также другие веса были гавки бокс 86 а потом абсолютно скажи что у тебя лучше все получалось в кике но какие-то были знаешь коронки там не знаю там ногами ногами я в основном пробивал в это в корпус до иногда по голове иногда половину в основном конечно больше руки руки больше больше руки на шпагат садился то надо садился раз не сяду же по баба с самого начала и вот уже 20 лет в сети есть надежная тактика и мы ее придерживаемся в чем ее суть все просто тактика бет-сити это поддержка болельщиков 20 лет бет-сити делает ставку на фанатов спорта поэтому мы предлагаем лучший приветственный бонус и самые высокие коэффициенты регистрируйте в бет-сити и стать частью нашей команды бет-сити 20 лет делаем ставку на тебя ты родился в курске курске до твоя семья если можешь расскажи папа мама где работали кем кем они как будто в тот момент когда ты в детстве был мама у меня на автобазе работала я не знаю как сейчас называть профи как эта профессия профессия который там спеть и виспетчер а отец у меня тоже в фирме какой-то работа я честно не помню даже а потом возглавлял вот федерацию бокса боку курского и он тебя в общем-то и к спорту и привлек да и я всегда сейчас расскажу это я всегда любил ногами махать я вот каратэ там брусли в детстве смотрели все а отец мне говорит иди на бокс иди на волос одесса меня отдала бокс я на бокс не хотел идти естественно отец меня отдал на бокс а потом мне еще там это на боксу начал заниматься а мне говорят нахер ты боксом занимаешься у вас дзюдо сильно у вас дзюдо тогда олимпийский чемпион чемпион мира там у хорошие у нас были спортсмены на в курске и дзюдоисты ну я говорю не хочу боксу и боксом лишь как остался и начал заниматься боксом лаки боксом бошенки бокс меня так совмещал папа тебя очень все-таки склонил да да ну насколько я знаю он такой был сильный личность да у тебя и такой чека и известный вот и такой сильный и сильно повлиял дар бы на тебя на твои становления до 100 процентов а расскажи про брата но ваши отношения володи же боксировал тоже надо боксировал достаточно неплохо боксировал он мастер спор мастер спорта да по боксу мастер спорта ну сейчас вот только раз по федерации занимается семья у него но в курске остался в общем там развивает боксов нас потихонечку да ну слова курск вообще город сам по себе он для тебя вообще что значит это родина моя как все узнать это наш я туда когда приезжаю каждый заколул и знаю каждую улицу ты часто бываешь не часто сейчас не часто но бывает но я думаю что и твое имя как бы для курска это тоже там герой на честно не знаю все времена у ребят много знаю там конечно я я там что я прожил до скольки до 18 это часто ездил в курс раньше сейчас вот недавно только был я то правда получилось у меня там же дочка еще растет да я от первого брака дочь да 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 что уже ей 21 год так у меня с ней хорошее отношение нормальных наши да уже здорово время летит я помню когда ты боксировал на приезжал на бои в рингву маленькой совсем видишь как время время быстро лет сколько уже боксируешь в общем после кикбоксинга началась любительская карьера знаю что ты как бы попал в как бы в поле зрения к валерию ивановичу белову как вообще вы познакомились как ваша встреча валерия как это произошло крутой дядьки я считаю один из самых крутых вот мне так повезло жизни был александр иванович рогозин до в курске было то тоже очень самый хороший человек он любил детей у скажем ребенка вы знаешь как как и валерий вальч это они носятся там знаешь вот так сделать так это люди которые любили свою профессию по самом деле я был сборной валерий вальч сборной был старшим тренером сборный это был муж в россии до мужской да да и тогда николай дмитриевич хромов это старший тренер сборной россии наш я считаю тоже очень великий человек и очень мы кстати с ним выиграли и командное ну выиграли по команде все больше и на европе мы завоевали общий командное место езди из 12 весов 10 золотых сейчас этого нет европу да это его где это было я помню в перми было по моему европа 9 было ну да да вот перми и еще в это в пули это хорватия там тоже был у нас 8 кажется я не помню уже ну тоже много тоже много золотых там не было близко к нам чтобы были мы как конкурентов до конкурентов потому что мы были самой разбивали всех а команда была сильная и все это на благодаря нашим тренерам которые были до валерий вальчин николай медичу хромов это старший тренин который подбирал который умел который знал короче вот короче сборной в общем-то вы и встретились с вами ванны чем надо начали общаться начали с ним тренироваться так вот потом вот николай дмитриевич мне говорит садин это было потихонечку смотри вот с валерий ваш это может быть те больше даст я как раз начал развалиться с александр ивановичем рогозин с вами тренером первым которым курсом реализовываешь как-то ваш он рисаж я думаю все правильно тебе надо двигаться дальше ты уже здесь уровень набрал часть я нас валерий ванны чуть и двигаться дальше это понимаешь это тоже многое потому что не каждый тренер сейчас кажется это мой нет это мой все до держи на человек который наоборот дает человеку пусть вперед он давай давай иди те забудь лучше давай я вижу это наш это это большой стоит это мало таких тренеров стопроцентная такая настоящая любовь да еще знаешь не все себе да да процент ну ты сам видишь ты сам знаешь какой тренинг и как бы так сказать благословил тебя короче иваныч за и я с валерий иванычем потихонечку но 97-99 я в цельска служил в армии да ну может чтобы выступать не за противника вот так это получается там у лаврова ну да там не у новика у нового 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 лавров это был бокс да ворота бог да да в руках и раз и денис лебеда 1 до 1 до 1 до 1 санча был для а кости это про легкий был это наш вот-вот там в курске был часто ездил но я уже основательно 2001 я уже переехал в чех валерий иваныч жил там в чехове до валерий иванович тоже переехала в чеху семью переехал переехал его перевезли пригласили туда тренировать тоже окажется спец за переехал либо в вот и не . у него уже родился сам в татарстане в казани потом ездил тоже великий человек столько объездил со сборной и заслуженный тренера это ссср сср потому что и николай дмитриевич хрома у них была такая связка вместе они были николай дмитриевич и валерий иванов это более крутые тренера я считаю и лучшие тренера до сих пор это хромов немножко помладше наверное был да вот варь иваныч постарше но тем не менее такая была сильная связание там как мы ровесники нужно там плюс два три но что то есть получается что в чехов как раз вот твой переезд был связан вот с валерий вам тренером с валерий иваныч валерий иваныч ну давай садина это и мы я переехал я андрей мишин андрей романчук роман рома рома романчук который уже нету живых по земле будет пух он неплохой парень и вы все калий иваныч то есть валерий иваныч как бы все валерий у нас чем были да еще вова картаус был помнишь да помню помню вот он тоже переехал мы все чехов переехали и наверное чехове остался я один до сих пор до сих пор сейчас второй твой дом ну получается сколько там 20 лет надо получается вы вместе были соревнованычем то есть принципе как тянуть сборную попал он тебя то ли пяда конечно 2001 году я переехал к валерий иванычу все чехов 2001 вот я уже европу мир уже вы еще это где это я все выиграл в чехове я уже был это я уже в чехове с валерий иваныч у него вот скажи мари тренер советской школы бокса вот какая у него была знаешь философия вот на что он обращал внимание тому что бокс понятно все там разные так ну вот особенно что у нас в тебе добивался что он хотел что-то делал что было такое знаешь главной какой-то фишкой что ли это классная что человек суперский он всегда знаешь он не оставлял всегда придет поговорить вот так вот жили с ним квартиру здесь я сниму квартиру здесь его в квартиру постоянно так ну что делаешь может пойдем погуляем то пошли пойдем свой погуляем утром тренируемся днем тренируемся с валерий иначе он знаешь того как отец был на самом деле он человечество что-то говорить так и есть ну левый сбоку он тебе поставил или как бы это было у тебя всегда или уже он ставил тоже левый сбоку и александр мановичу огромное спасибо и валерий он конечно он доработал валерий матч он такой человек был звали с мостами вот что у тебя получается давай лучше всего вот это и надо нам с тобой нарабатывать вот это давай давай попробуем что-то новое еще поработать и как у тебя пойдет и от этого бумажа отталкиваться ну то есть он на тебя одежда вот именно он понимаешь вот ты должен работать так и все ты будешь так вдох у него так и получается работать а этот человек осмотрел что тебе больше идет что те лучше подходит и он это принимал не тоже принимал он это брал и делаю это еще лучше и в тебя это как сказать обрабатывал внедрял сделал бриллиант обрабатывал короче сделала вот тут это качество как настоящего тренера таких больших учителя да да и конечно николай дмитриевич хромова так человек который всегда увидел он подойдет вместе с тренером с валерой занимаешься смотри валерий саш смотри сюда идите вот это вот это вот это надо вот так он и не только мне так подходил он на самом деле человек который он видел он видел я считаю так что классный дядька ему и столько уважения по заслугам вот братья сборную россии наверно хромов один из лучших главных и не руши поле же по результатам а я чаще что однозначно потому что наша команда была признана лучшим мире это какой код бы вот то ли 2003 не помню 2003 на лучшие команды в мире признана было независимо от команд наша была команда боксерскому это много море да и сборная конечно имена были вообще у нас на стену посмотрю у нас там подобрал там конечно ребята были сильнейшие женя макаренко двукратный чемпион мира саша молитвин чемпион мира чемпион игр дуброволи там призер олимпийских игр состав там 1 . посмотреть состав гайдар гадарбек олимпийский чемпион много там но все были да я тебе я тебе а тебе узнал конечно как бы город чехов тире саша поветкина как бы это вот для меня там знакомство с тобой и началось с этого города я не знаю кому с тобой в цискане познакомились когда выступали но я тогда еще не жил в москве я получается только только я потом с сибири приезжал а где-то мы не виделись мы боксировали на одном ринге когда по серии калач шлалакин мы с ним хорошо знакомы я знаю что он многое для спорта в чехове делает для пацанов скажи вот это не только в чехе как я же дороге отношение вообще что для тебя он сделал это очень крутой человек крутой именно тем что он помогает детям он помогает молодежи сколько и борьба и бокс и рукопашный бой там зал открывает старается но делает я не знаю мало таких людей и чем больше и будете будет лучше нам для россии однозначно у него прям как я понимаю есть программа некая он просто говорил они чтобы он открывает и строит зала на территории вообще до всей россии то есть от брена витязь да мы как раз с ним он помогал что ново все делом открыли в курске где тренируются их тренируются дети бесплатно модели в курске мы открыли в чехове мы открыли в тамбовской области но много целью вот так вот перечисляйся и конечно вот этого программу еще не знаю сколько он открыл то что я думаю эта программа то сильно программа и потом он мне говорил я хочу все объединить и чтобы потом между клубами проводить соревнования там внутренние свои да чтобы вы ребята были сильнее мощнее поэтому многое знает и самое главное что ребята они где там там башки держат деревень приезжать его дают ему форму его везут на соревнования в москву еще куда-то правильно как он выйдет там сам приехал если он что-то добился его дальше ну-ка это большое дело по сути выполняет знаешь работу государства то есть сто процентов вкладываю в этом не замените и но вкладывать душу на самом деле большую большую ловичу да ну и тебя соответственно в своей карьере он всегда поддерживал и в любителях конечно конечно он и николай борис еще один человек и николай борис профессиональный бокс для у тебя карьера началась 2005 году до двенадцатого года получается 2005 до 12 года ты получается боксировал в германии давайте было очень много байда я сейчас расскажу я уже не помню как последний бой я смотрел по бокс этого последний бой в году у тебя был в германии да мы профессиональный бокс я еще но с валерий мальчик был после бендачу пойдем не пойдем это было немножко в актер это было после олимпиад после олимпиады да это после 2004 года потому что я начал 2004 году а пришел и начало профессиональным боксом 2005 года год да 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 я туда-сюда отдыхал до думал дальше идти не идти а потом знаешь я думаю ты это моё не как я не пойду это моё мне нравится это самое главное с валерий ивановича победит 2 лишь давай пойдем вместе ну давай попробуем и пошли мы начали заниматься профессиональным боксу выступали в германии часто да потому что с немецкой промоутерс компании у нас был подписан к за орланд дару гормата ничего плохого них не могу сказать хорошие люди и хорошие бои делали да и так я правильно понимаю вот твой твой как бы первые бои по и вообще твой профессиональный бокс начался с менеджером володи хреновым да да и вот он как бы одну помню постоянно ринге то есть он тебя вот как бы подписал договорился смог смог да там да и был твой менеджер до германия я честно скажу много говорить что угодно можно володя неплохой нормально по-своему свое делает знаешь наверно надо более тщательно с ним договориться о чем-то но он свое дело да правильно подписано свое дело делает он знает его и делает я помню когда вот получается ты сашей с денисом лебедевым вместе были как бы ну то есть так прям шли параллельно и владимир вами обоими занимался но все-таки там тот же давай так там рой джонс приезжал до на спарринге и на спарринге да ну и боксируем это обои тоже все много можно даряну сделал это конечно много благодаря никого борисовичу середе николаевича эти честно скажу ну и конечно хренову свое дело то свое дело дело да а так это вот как раз то есть ну поддержка была со стороны чехова в общем то и там поджигала дольского чехова подольская германия нравилась тебе там аудитория там знаешь обстановку хорошая аудитория хорошая нормально ну там тяж хорошо принимать да да нормально вообще унесласть и там в принципе в германии митropy русских тоже так много русскоязычного много людей которые нормально относились к ней низа в германии было норму но ты ви intended께서 только боксировать только боксировать приезжал кто еще и всю прижал на сборах там на сбора было сбора и сбора проваления на спарринге сбора проводил на наш все равно конечно для меня вот я недели две побуду меня все же у меня тоска мне хочется домой эту я всегда так вот в россию хочу наши когда мне там предлагали в германию переехать и в америку переехать жить я говорю да нет я точно не перееду это поработать здесь по выступать по боксирует то да я понимаю что он может быть и в америку больше на болоте у меня там мы проводили ста диатусом к раз тренировочные сборы потом утром гординги в нью-йорке рядом с нью-джерси там рядом городе были там вот такие а так в нью-йорке тому сам в общем за границей ты для себя понял что не мое вообще не то что но не нравилось там находиться я любил россии быть короче знаешь как некоторые люди там как молодежи вот в америку уехать а вы в этом были отчетом хорошего я там видел люди которые ну там переехали уже фиг знает сколько живут я смотрю у них глаза не очень счастливые были они такие они вспоминают как там а родние свои вспоминать сюда я думал где родился того пригодился все равно родина есть родина у меня были такие тоже примеры когда лос-анджелесе мы тренировались многие взрослые уже взрослые они переехали там я не знаю какой-то поток иммиграции на один самых первых был там лет 15 ну как там в россии ну что там у вас прям такой старой формации люди да и очень они скучают включает мой а многие переехали нелегалами и как бы не могут выехать сейчас то есть ну в общем есть определенные трудности есть такие люди категории таких много но однозначно что они скучают по россии и любят ее но свой выбор каждый девочек сделаешь каждого сам в германии тебя устроил условия устраивали это получается был первый контракт правильно ну про сами условия устраивала там контракт был хорош а были какие-то еще предложения вообще ну я же знаю там когда там чемпионы мира становишься поле полюбили предложение после ли его развали уже звали на стране до его звали его америка звали я чудо ставился на германии думаю поближе к россии буду ездить выступать тренировал все равно и проще вот так и надо на сбору его и для вас с валерий вальчем здесь я сначала с валерий вальчем тренировался голову даву валерий вальч немножко приболел вот немножко я понимал что да и так сказали что надо кого-то еще почему не стал когда контракт закончится немцами почему не стал продлевать или они или они сами они 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 хорошие люди нормально то наш там что-то я не понял что в германии там такое что вот там что-то с телевидением связано наш и честно я сам хотел я тогда хотел в россии боксировать появился такой адрес михайлович рябинский человек который создавство правил про бортушку компанию мир бокса которая заработала которую стал начал устраивать интересные хорошего и он не это вместе мне тоже предложил евро какие что как где что я говорю он вот я хочу в россии хочу раз в россии развивать устраивать бои вот это для меня было на самое главное слово потому что в россии в россии какие сколько чемпионских боев сюда привез сколько зрителей сколько поединков вспомни было сейчас нету не будет я думаю пока что дай боги чтобы были люди которые сделают что-то погожие потому что но супер был ну ты сам начали запомни ты его ступался в чего помнишь это за при его то участие видел это все прекрасно какие поединки проходит посмотрите бои бой у тебя за звание чемпиона мира елки свалор датчик управлять где его увидишь еще где-то за границей сюда люди просто ходили и я считаю что билеты были доступны я когда рассказываю там ну молодым боксером начинающим про промоутера вот я всегда михайлович оставлю примеру вот отношение именно к боксерам и с финансовой точки зрения со стороны условий и общечеловеческой конечно андрей михайлович этот яркий пример вот как бы как бы хотелось бы какой был промоутер ты правильно говоришь первую очередь наверно у него шло то что не то что зарабатывание хаина популяризация и любили он любил этот вид спорта любил это дело это самое потому что я думаю на этого не заработал это название потому что он вложил туда столько денег он не заработал я про это говорю так что честь и хвала ему что он столько сделал для российского бокса андрей михайлович это конечно уникальный человек и у него были свои плюсы мы с ним как-то так я хочу пригласить кстати поговорить договариваться он то улетает и прилетает хочу расспросить его про это но всегда говорю что для меня представленный бокс то не был бизнесом но она значит но я полностью согласен но там получил хороший имидж и хорошие какие-то деловые связи да я знаешь самое главное что он получил это свое удовлетворение нашего сделал то что он сделал до бокс популярный в россии но за сутюм у сюда чемпионские бои красивые бои кстати бой с крючко который у вас было тоже он же затем конечно можно заплатил деньги что чтобы он приехал так что где такие бои увидишь но вряд ли где увидишь я думаю после этого боя кличку больше у нас и не дрался низким правильно в россии но вот вот тебе веря ни с кем не дрался и там знаешь когда вот эти события которые делал шоу там как ты знаешь публика стала формироваться такая то есть люди стали реально покупать билеты приходить дамы в платьях такая знаешь светская получалась такая тусовка красивая публика пандыри михайлович тут все начал делать это он создал да потом мой вот в циска числились как раз я служил потом числе из циска и нам конечно сильно было игорь иванович сечет росте да даже очень сильно не базов очень сильно помогал я считаю что крутую дядька и тоже для спорта но вот он был очень большой раз давай плавно и тогда перейдем к тому периоду это как раз он появился и включился процесс когда появился на горизонте бой владимир кличко александр поветки но да это это безусловно он появился там тоже и немало участия при нем вместе с андрей михайлович когда велись переговоры о вашем поединке ты помнишь знаешь какая сумма была в написано в конверте на торгах со стороны с российской стороны 13 23 миллиона 20 3 миллион долларов тогда андрей михайлович будучи своим промоутером на торгах положил в конверт я думаю что игорь иванович поспособствовал это можно так сказать хоть везде без него бахи она и я так думаю да хочется очень расспросить меня об этом андрея михайловича доволен если вы превратишь это будет судно и он много таких поверхностном не рассказывал поддут детали из этой истории конечно игорь иваныч там была огромная поддержка для организации того бы он внес большую большую лепту какой гонорар получил владимир кличко за этот бой я помню что это был самый большой гонорар вы в истории в его к карьере они значит 20 75 на 25 делился гонорар я сегодня консультироваться с с максиму михайлов вот вот он не рассказал получается он порядка там 17 с чем-то миллионов получил то твой гонорар стоял там пять с чем-то да что так это был самый большой гонорар до авто и у меня тоже однозначно 5 миллионов долларов это большого да это что это никто слово ну вообще какие мысли посетили что с тобой начал происходить там с твоим окружением когда ты узнала о том что вы договорились о поединке с кличко что он будет проходить в москве в россии и что ты начинаешь к нему готовиться вообще что и что я думаю я был счастлив я честно сказать не думал там о чем-то но я думал при классно больше здесь будет у нас народе и какой бой созвание чемпиона мира это будет супер за здорово я может такое умеем тогда молодой был много этого я думаю я выберу из-за всех сил буду стараться будешь как жизни бывает потому что чтобы не говорили он был опытнее и мастером выше ты все саш мы с тобой начали к этому бою не готовиться вместе мне тогда тоже андрей михалыч предложил боксер в этой программе вот собственно я и боксировал меня был со главный бой перед перед тобой я дрался вот и мы с тобой больше часть лагеря провели вместе ты рассказывал о том что было огромное внимание со стороны правительства российского и высокопоставленных людей скажи звали на тебе президент российской федерации и какие-то были вот звонки из администрации президента они же эти воединке конечно были просто ну как бы это очень интересно просто поддерживали люди просто поддерживали да и конечно хотелось бы изо всех силу знаешь сделать как лучше наш может быть такая ответственность такая была у меня что которым может быть где-то я немножко и из-за нее и подгорел может быть не знаю но все было честно и ну а не гарантирую ты что делал ну ты помнишь момент когда тебе позвонил телефон это и на на другой стороне была президент федерации я подскочил ты где была чуть-чуть что-то что-то я сидел я уже не помню чай в лагере были где-то было что это было наверно я же подскочил и что ты услышала голос да конечно но что о чем у тебя сказал ничего как как вы проходит как я вы все отлично вас благодарю что помогаете мы знаем все что он много уделял виду спорту вообще и очень всегда помогал спортсмену так что я считаю что у вас один из лучших президента сейчас это точно я тоже так считаю но он непосредственно перед боем знаешь владимир кличко мировая звезда там супер тяжелый вес но он что-то сказал там саш как бы ты должен победить там давай там какие-то такие знаешь ну вспомни то просто но это же уже ну прям что должен победить этого не помню честно ну конечно нажила победа дожила по любому однозначно он часто тебе звонил да не один раз два раза а может два блин я не помню честно владимир кличко против тебя защищал получается четыре пояса айбиф айбиф в ба и в ба он делал 15 защиту титула айбиф 15 раз и айбифа 11 защита титула была у него по версии в ба и пятая в ба а еще был титул журнал журнала за ринг но американский 8 защита владимир кличко молодой самом рассвете вот ты выйдешь против него на ринг вот что-то думал об этом как ты как-то собирался его побеждать какие какой у тебя был план что ты хотел сделать чтобы победить в этом поединке слушай я хотел его напрягать напрягать своем это поддавливать заходи с разных углов и хотел если честно я думал что я выигрываю по любому я должен вы думал как так ну видишь он оказался умнее хитрее опытнее и сильнее ну план на бой был давление давление до лишать на раз про и но да мы как раз к этому буду готовились с тесси маклин да это американский начали с сальсон василь чем зиме на три я тебе расскажу тогда мы тренировали стади атлас то ли нас наш потому что делать много чего говорит там что вот как они меня бросили так мне ну на самом деле я считаю что не так все было ну поскольку я знаю договоренности ты расскажи как у вас происходили тренировки стади атласа я просто помню ты мне это рассказывал сколько вы тренировались и сколько вы говорили помнишь что не вот расскажи про это я понял что-то делать очень любил поговорить да очень знаешь я не могу он он талантливый на самом деле тренера и много интересного мне показал значит и не умеющий зрел ну наверное у нас разный менталитет я русский он американец вот и все вот он из-за этого все наши а правильно ты говоришь им саша страсть и начинает у меня еще переводчик рядом и он начать период черепочка и пушится мне рассказывать вот ты реально 30 минут то есть в прямом смысле там мудрится 20 минут вы тревки начать весна когда нужно тренироваться у наверно вы разговариваете да я не знаю правильно то неправильно не буду ничего говорить мне казалось был такой момент знаешь боксирую там так вот так все хватит я говорю почему я еще хочу ты чё тренер тренируйся саптого разворачиваться уходит вот такой своеобразный был человек тоже немножко вспыль сюда я не скажу что он плохой был он нормальный человек но у своеобразная на что те говорю хотя я думал почему нет если у меня есть желание если я желание хочу потренироваться еще почему нет ну и что считал так хорошо возвращаемся кличко как повторюсь мы были с тобой в одном лагере я как бы ну мы тренировались вместе на мой взгляд саш я считал что когда объявился бой кличко поветкин и когда мы начали там готовится никому не оказалось что окружение вокруг тебя людей было слишком много и мне казалось что они тебе мешали я тоже так думаю что чересчур на ты тоже так считаешь такой ажиотаж какой-то ненужный скажи а кто скажи кто порекомендовал тебе давай так назовем чтобы вокруг тебя постоянно 24 часа на 7 находилась три охраны кто это кто порекомендовал даже если честно не помню не буду обманывать потому что там ну наверное промоута еще кто-то и трудно сказать ну правильно ажиотаж был такой месяц мне кажется не нужно и знаешь началось такое давление в лес сама себя знаешь значит я должен я должен как же я могу знаешь она тоже когда давление больше ты сам знаешь ты немножко сгораешь а на это не нужно тратишь энергии надо не нужна энергия сто процентов честно скажу откровенно что бою подошел и не так как но не будет это я сейчас понимаю да не так как можно я неправильно подходил просто вообще на что во первых на этот бой взяли другого тренера а что с которым ты не был знаком да да а что значит взять перед боем сразу другого тренера из перед боем каким пунктом да сразу за несколько нервов за несколько версий чемпиона мира это же блин еще с кем с вадимиром ключом новость читала был великий правильно как ни крути и конечно я считаю это не надо было делать на оба дальше готовится или из кости изю или с валерий манчебелов надо было вот за делать то что ты всегда делал как бы не не менять не мудра не на волне потому что если менять что-то то это она потрогать в одном бой но со втором в третьем чтобы постепенно ты влился в это но не сразу на бой тоже представляешь ты сегодня делаешь что-то одно а завтра тебя давай завтра идешь и ты только по-другому теперь будешь долго совсем другой правильно это же сам значит ты не сможешь это отлично это время что привыкнуть там сто процентов даже просто как бы разговор другая как бы на другой язык рука не понять друг друга переводчика через переводчик это совпадаешь я языка не знаю а получается у тебя в углу переводчик был да вот так вот так ну да и так бой напряженная да еще а тут еще и переводчик соображать конечно это было сложно это было сложно если время сам вернуть и дать тебе возможность вот опять подготовиться ты по-другому готовился кличко до однозначно лагерь сам не она то есть ты бы изменил бы подготовка однозначно изменил год делал поскольку сейчас уже я вижу это я по-своему сделал я не знаю как бы бой получился чтобы там получить но я взял по-другому понимаешь потому что говорить вот я писем вы я бы всех выиграл все видео надо надо потому что да ну я взял по-другому а чтобы было как было я не знаю никто не знает уже не знаю я помню что там были разговоры по поводу перчаток или длины бинтов там кличко но диктовал какие-то свои условия какие такие подробности ты помнишь знаешь такое тут но принципиально я буду только это 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 то есть какие-то были такие вещи слушаю есть вещи которые я не могу рассказать а так да там было какие-то да по поводу битов что-то было такое я уже не помню это там уже промоутайте занимались мне было все да еще хрен у меня о да и у него спросите у меня была одна задача выйти боксировать я в как-то в этом вообще не пытался нелись какой бой ты своей карьере мы считаешь самым значимым самым не знаю таким большим за все за всю карьеру персонально владимиром кличку конечно и жошуа когда на вэмблема дрались тоже был достаточно за кубой серьезный хороший бой до значимой и как скажу вроде и готов был неплохо вроде что ты получала знаешь а вот чудо не хватило какой-то знаешь удар пропустил которыми я потряс и потом ты помнишь остановили бой да да но удар я пропустил ну что ему был сильнее за что там говорить вот я мог бы это ему это я считаю я так не говорю никого я считаю что и владимир кличку это шоу были сильнее стадион в эмбли 90 тысяч мы все помним картинку эту биткома да 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 просто да да это сам под завязку заполнены вот эта чаша людей просто море людей она как бы ты выходил пирас на такой большой аудитории слушай как как на тебя повлияло нет слушай нормально повлияло и нормально я принципе ко всему к этому нормально отношусь то есть не раздавила да то есть не было такого что прям не не раздавить не раздавила я наоборот знаешь у меня как-то как-то я сидел там перед углом да на вэмбле елки это шмык смотрелись аж такой стадион а на нем мало кто выступал кто не выступал так вот там единицы можно с российских боксеров я сейчас да ну с российских то точно нет дай там и вот до джошуа там по он тоже как бы больших-то боев я могу заблуждаться сейчас не буду но не были большие бои были там но там забился кажется даже этот три старых турнику металли тут и большие большие были когда не наверняка но и из круто вот эти старые наши когда из наши не из наших я говорю никого не было на вот и ты чего это круто было это круто было мне конечно хотелось победить однозначно я так переживал что не смог не смог добить ты помнишь ли вы сбоку да 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 я он так о при на шахнул почувствовал до почувствовали но знаешь о я кинулся у меня знаешь как он прихватил он умеющим умели а мне надо было наверно не кинул а тактически правильно сделать да то что я не предусмотрел и не сделал что за это говорит все произошло как должно было быть я знаешь такого мнения что о чем-то жалеть о чем-то это но все произошло до произошло что я старался сделать я у меня так жизни повезло что за свою жизнь меня никто никогда не подкупал меня никто никогда даже если просил о чем-то даже по детству помню там я не к всегда давайте по-честному чтобы по-честному все миги компромиссия никаких не должно этого быть если вы слабый если партнер слабили что-то в чем чувствует у нас пусть не веснина то зачем калечить парня я такого мнения я думаю что твоей карьере конечно это во первых пример как можно себя реализовать поэтому поражение настоящий бой в этом нет ничего плохого потому что боксер самым сильным ты был самым сильным в своем дивизионе ты боксировал самые сильные поэтому там уж вот наверно знаешь я вот тоже смотрел осуждал до после олимпиады я просто думал все я заброшу все хватит оставь для себя немножко а потом думал ну как наверно все таки я думаю было сразу идти и заниматься сам заниматься и боксировать дальше они это не думать о чем-то как оптик сделала еще что-то делать нет на был уже паузы нужно было тебя отдохнуть как разу знаешь слушай ты знаешь я вот до сих пор я вот сколько боксировал то я не чувствовал все уставшим почему потому что мне это как-то в радостью было знаешь я себе я захотел отдохнуть я отдохну до бою ты готовишься тренируешься мы были тренировались говорю что-то это плена подустал раз особенно кости взял это хорошо так товарищ это отдохнем завтра полностью отдохнем может баньку сходим тоже правильно гибкий график да нет такого же на на ты там не можешь надо на 1 ты знаешь что совсем за улицу ты же сам знаешь ты же сам боксировать наш более индивидуально знаешь это знаешь кто-то может сидеть рассуждать или боксировал это боксировать это знаешь что это и как вот знаешь я много там помню вот там были от ребята вот если бы я боксировал я бы чемпионом стал я прослушать чудо не боксирует тогда да это можно говорить что угодно и я могу больше угодно как сложится это абсолютно но я честно я доволен доволен своей карьеры боксерской саму ломать и тем доволен что я узнал много людей что много он приобрел друзей что бокс он воспитывает я всегда говорил знаешь когда там варит вот я развалился детьми как то сидел с родителями тоже это куда же вот детей давать яру куда давать им мальчик отдавайте он должен быть мужиком сильно отдавайте богский бокс рук башен бой борьба я не знаю и большинство мне людей сказать зачем дураками стали ты понимаешь какой менталитет у людей вера почему вы так думать а где вы видели дураку боксеру просто но если один попадет с индивидуумка но это скорее всего не от бокса такой да да вот точно правильно и посмотришь на улице творится вот дураки правда это наркотики еще что-то блин алкоголь да то что не нужно на самом деле сейчас вот есть вот и где дураки будут я родителям то и говорю посмотрим что еще взяли посмотри сколько воспитанных ребят исполнишь на сборной был все нормальные воспитаны риде же которые даже когда которые всегда уступят старшему всегда был старшему к с уважением относиться младшему помогут никогда не обидится слабо но это же большое дело я считаю спорт этому воспитать это уже большое дело поэтому бокс как раз вот тот самый инструмент ну да вовсе которую молодежь нужно его до сто процентов это зависит тоже конечно от тренера тоже зависит чтобы учил что потому что тренер это да ну то есть у нас даже тренер александр маныч рогонин когда мы еще в школе учились начинали иногда оценки даже смотрел если вас на них войдет ругал как так ребят давай его и в школе да да вы подтяните как так я не знаю правильно неправильно вот такой он был правильно мой тренер говорил мы с река василиса гриша знаешь такой тренер игру что так он он мне говорил ты своих детей бросаешь а чужих воспитываешь ну по факту наверно так и по факту так и есть по факту так и есть да действительно то есть утрированы немножко конец но они уже становится как свои позовавшая разговаривала с александр мальчик с валерью ночью куда он а я же видел его дочку и знаю его дочку и как он относился к дочке он же также к ребятам носил и ко всем одинаково относился это большое дело вот мы были тогда я романчук мишин андрюк вова карта услугам всем как дети да у ко всем как детям носился как вы что в этом это переживал сюда саж был момент в твоей карьере неприятный не только для тебя и для команды и и для нашей страны для твоих болельщиков это допинг тот самый астерин тогда это слово вообще узнали впервые на ноги с ним познакомились и там какие-то доли в итоге в итоге выяснилось были 0 0 0 0 1 вот расскажи эту историю откуда в итоге как это все смотри произошло я тебе еще раз повторю это кстати вот это вот я не могу произошло не могу до сих пор не знаешь да я не могу это понять потому что но для меня непонятно если честно потому что что-то я принять однозначно не мог что-то мне кто-то подсыпать да не знаю вряд ли да потому что я я не могу понять пока почему я туда взял ну во первых мы берем дальше мельдонии на мильдар милдранат поража всегда пили диспансере где да да детям начались выжена соревнования к выступали полюбитель моего пили потом милдранат запрещают все в это мельдонии нельзя упить хотя в других странах есть же такой же такой же подпитка организма только немножко по-другому изменили там счета он нормально да нормально а вот мельдам милдранат это все хотя она доказано что она не при не больше сил те не делают она просто помогает его организму справляться с нагрузками сердце сердце вот сердцу правильно но это чё плохое шпунь и посадить а силы и выносливость она тени прибавляет то что это он же тоже у меня находит 0 0 0 2 грамма это какие-то там миллиграмма короче это это как я с врачом разговаривал это я должен был знаешь идти вот так вот таблеточку лизнуть просто и положить и чтобы у меня так и было понимаешь я если бы выпил одну таблетку мне было по-другому показала вот это мне вообще непонятно было честно скажу история какая-то вообще рево мутная но вот мутная непонятно сколько потом было потом по доказали что там было что то что ну я не знаю что там заказа там что адвокат эти студии потом астерин ты говоришь да блин я вообще не знал что такое астерин а потом посчитал это для набора мышц мышц для набора мышц не физики ничего не добавляет а нахрен мне нужен вообще зачем мне нужно я тогда она вышел на бой я весил там 101 листом я меньше весу чем обычно было каких мышц я набрал я опять 0 на 04 грамм опять я должен был таблетку лизнуть на что она мне толку даст знаешь какая-то для меня это очень сильно непонятно было и очень обидно был потому что из-за этого я пропустил много времени я помню андрей михайлович рябинский рассказал то есть у вас там были суды то есть у тебя ты был адвокат отстаивал как бы вы там получается победили судах да вот сюда пойму в америке в америке суды были кстати вот в америке мы все равно победили там на самом деле там хрена куда что мне можно проверять это уже знаешь каким надо быть дураком принимать что-то хотя ты знаешь что тебя постоянно так самое главное у меня проверяли у меня до боя проверяют проверяют ничего нету потом перед боем как и второй раз за два дня за три находят чего-то уже третье или четвертое это было уже брали пробу прийти дошли что я вручу за фигня и второй раз также был а почему то почему ничего ничего это у меня я чистый чист почти больше за два дня бою у меня ходит 0 0 грамм ты ты что это за такой вообще непонятно но это не объяснимать необъяснимо это хватило люди в а то этим не русским на то чтобы меня отстранить от боев но потом меня правда оправдали оправдали меня везде везде вернули меня но время прошло и сейчас время прошло бой с делианом уайтом бой за дитул временного чемпиона вбц и вбц даймонд я знаю что этот пояс даймонд он там ну как бы драгоценности в нем было там тысяч на пятьдесят долларов то есть он так его делали под него и делали его под него хотели подарок сделать как ты готовился вы тренера иван кирпа да вот вы с они разбирали смотрели ты вот эту комбинацию которую ты в итоге ударил вы готовили тренировали мировой тренировали конечно тренировали конечно я однозначно тренировали я вышел тоже так это знаешь думаю сейчас нормально поработаю нормально знаешь было несколько ударов который пропустил потрясли меня немножко дальше тем самым я вставал и у меня не было никакого там знаешь как вот обзмутнение или что-то какой-то боязни у меня пофигу давай я готов дальше вот то есть ты побои посмотрим что увидишь там у меня нет трезвый трезвый да давай драться чуть дальше конечно достаточно сильный неплохой боксер и второй раз когда мы с ним пойди вот первый провели я победил до этого в кусте да достал да достал да и второй когда был поединок я переболел от по что вы отказались коронавируса узнаешь может быть тогда было отложить этот бой и увеличится до конца ты прям болел да это мне уже говорили но я уже не болел но ну уже но состояние такое было знаешь немножко пьяных немножко шатаешься на зажим такое состояние но я думаю все равно вы игры но вишка в жизни бывает всегда мне надо думать это принимал да ты лекарства принимала когда болел конечно то есть на нее курс был туда конечно 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 я пропил столько таблеток что мама не горю я пролежала в больнице пролежал ты больницы даже когда болят коронавирус да да конечно болезнь пролежал а меня сас по сосудам сильно ударил коронавирус вот в итоге все равно приняли решение боксировать ну да потому что мне говорят саш мужа отложили вниз к бою весь отложим сейчас то что сорвется но я вардела давайте драться чё какая разница вот вышел боксировать ты знаешь что я могу сказать он выиграл поюш ну чуть-чуть не мог зацепиться чё или пропуск пропускать начал служи есть я я не чувствовал себя как я чувствовал первым по идее знаешь я пропущу я подскакиваю не но я дольше даже готов драться а здесь я встаю и знаешь как-то я это гнарих хотел как пьяный вали и знаешь какое состояние непонятно нету такой собранности чтобы я отверстие что мне сделать не сделал вот тут все ну «все равно я хотел продолжать бой» и бой остановили мне очень было печально что его остановили я теромrel хотел драться ну я думаю что так со стороны казалось что установили его как бы остановили управление можем мне они я не буду я не буду спорить о чём мне вот так на тот момент то оказалось и приiamo до сих пор еще не смотрел на посмотри смотря не обоих ключ к смотрю с боюсь кличко смотрел а первый бы с лайтом смотрел как ну как его нокаутировал не а не смотрел тоже тоже не смотрел да там он конечно замерт его полой не смотрел смотрел в момент когда я вот акутирую как раз левого ударил углодился сразу и снизу мы таки раз нарабатывали с тренером нарабатывали ты когда попал ты понимал что скорее всего не станет слушать или не было я вам махну только только я еще дальше смотрю упал так хорошо дуба сейчас забью но не вставишь ты завершил карьеру 2001 году 2021 году доволен своей спортивной карьерой есть если вещи какие-то знаешь типа их не получилось хотел да не сделал или хотелось стать чемпионом мира среди профессионалов это регулярным титулом регулярно это одно от хотелось настоящим стать по низкой версии ну лишь не удалось что сделаешь но хотелось бы сейчас хотела так карьера в принципе я доволен я приобрел много друзей я приобрел много опыта в боксе в жизни ваш я еще раз повторю для тех людей которые думают что боксом занимаются они дураки ты сам знаешь что это не так там очень умные парни умные но ребята есть которые сообразительные которые воспитаны и ты ешь все смелые смелую да и никогда вот парень вот сколько я знал боксеров наших в команде никогда не пройдет когда бежать девушку или славу парня какого-то толпу обижать никогда милой пройдет очень беда а вот как-то 1 показывали потеря педофилу какого-то когда он ребенка тащил он плакал упирался и печально что никто не подошел и хотя бы не узнала почему-то плюс почему-то кричит что происходит вот это печально аутбоксе безразличие боксик раз воспитывать таких ребят которые заступаются которые там сто процентов когда говорят мать ильные которые до 100 процентов и поэтому я против того когда вершу дураки мы недалеко не дураки нормальные ребята самое главное понимаешь человек знает силу свою сильному человеку сюда лище быть добрее точно это по-любому саша вопрос тоже интересный отчасти связан с боксом но больше большая часть связан как бы с нашей с тобой страной с россией ты рассказывал что перед началом свой ты саши усику написала сообщение о чем-то вы же знал вы же когда нужно я тоже с ним знаком как бы но не меня наш я не люблю за людей что-то плохое говорить но по сути дела ну знаешь на его сразу считаешь ему напали ну посмотри как было на самом деле по самом деле наш же понимаешь вадим вадимович правильно все сделал уже у нас же были разведчики у нас же люди которые или посмотрели что к нашим границам уже скапливается армия натовская армия для чего нас вот то бы на война была в нашей территории так что я думаю все правильно сделали они могут говорить что угодно знаешь а почему они не рассказывают что происходило в луганске в донбассе я там был денис лебедев туда ездил и мне фотки присылают сколько там детей даже маленьких которых похоранили нет уже шок именно делали с украиной а почему почему не показывать это и не рассказывать что вы делали и я удивлен надо было раньше этот народ защитить я считаю наш народ что тебе саша на это он ответил у них своя он он считает что это все неправда а это все не все неправда есть там аллея да 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 ангелом там далее в одну сторону все да это все неправда если встретились вот и бы хотел бы с ним поговорить ну как-то эту ситуацию объяснить я не знаю в ты поневерка помнишь видишь может это говорил там последнее время обрушился просто с с неприятными словами с гневом на россию там на людей уже россии были нуру и парень неплохой я не пойму почему это происходит ну наверно что то есть чему не знаю вот так я скажу ну вот кстати если говорить про его товарища друга брата кума васи ломаченко я думаю что там они наверно там я просто не знаю там их истории но мне кажется что там со старших юношей точно в сборной были вместе и вот василий себе не позволяет хотя как бы украинец и находится там же а сашу что-то разорвало просто но что-то произошло то чему не заберешь типа что говорю что-то произошло именно так скажу я бы был всегда за россию было бы она права не право я всегда был буду россию в россии в этот раз было право как за это как за своего друга как за своего близкого в любой ситуации но так так и над на то есть я близкий человек но да я тоже так считаю какой дичьи соотношения и кличко и ну и к александру то есть уже ким из-за я учитывая всю ситуацию никаких мыслей у меня нету к нему какого-то негатива я прекрасно понимаю что он живет в этой стране что я не знаю может мышь не знаю каким что там происходит и как просили правильно по любому нет у меня никакого негатива в сторону так решил пусть так будет я это не проголочу конечно какую-то стоит кара оскорбление своей стороны я посчитаю я однозначно когда мы увидимся мы обязательно я спрошу почему я не позволялся оскорблять никого не их не народ а что там происходит извини их не военные прячутся за мирный народ ну а потом на наших счет и рассказывать мне много я знакомых друзей которые были там мы с тобой сошли мы знаем близко вот его друга который сейчас там саша с точки зрения бокса если ну вот брать две фигуры кличко и усик как ты думаешь если по не боксировали кто был бы предпочтитель как узнать не знаю честно потому что кличком тактически мощнее он мощнее и тактически умнее на большой до боли а большой хотя саша тоже достаточного и шум правильно защищается много атакует трудно сканил на русская много мало пускай жира защищается хорошо да молодец молодец в общем сложно сказать да я не решусь юрий фири усик а мы недавно узнали что вроде как все отложили прекратили переговоры а ну якобы со стран потому что тайсон фьюри требует слишком много то есть полностью на себя тянет одеяло и как бы с ним невозможно договориться типа с цыганами невозможно договориться в общем боя бой на сегодня бой отложили его не будет если бы состоялся ты думаешь кто победил я не знаю честно не знаю потому что то есть на фьюри он лезет вперед это такие какие-то размажистые удары непонятно и попадает и бьет то что я считаю что не знаю но я бы однозначно болел его за усик за усть к болеваю даже сейчас даже сейчас запутал что условия последняя тема о чем бы хотел с тобой хотел поговорить ты с большим удовольствием всегда как бы об этом рассказываешь и так эмоционально это о религии да мы все прекрасно знаем что твоя религия это язычество ты все так же придерживаешься вот этого направления да я придерживаюсь и буду придерживаться потому что для меня что родная земля до солнышко что мне еще надо пока для меня может быть святая земля в иерусалиме я же русский что я могу сказать вот и все я уважаю все религии я не буду ничего говорить там за кого-то плохого потому что я не могу сказать люди везде есть разные даже на ни одна религия нара плохого не должна нести вот так я считаю так что не буду ни о чем говорить это просто вот это наше это родное вот и все вот поэтому я к этому близок сколько лет ты уже в язычестве язычество кажется христиане назвали а люди были православные на их право славили вот я наверно наш кабинет если же приняли я понимаю я тебе расскажу что меня в детстве я у матери спрашивал как-то да мы сами там не папа не было никого так сами делали ну были до христили да и было время когда мои церкви заходили там на знаешь но это для меня ближе да и все вот так как пришел к этому то есть да я вот так это пришел я считал так но это когда точно как-то вот это же русская тоже это я уже слушаю подождите ребят ну я же мама для вас это нормально вам по душе это да будьте я никого у меня много друзей которые верующие если у меня бабушка была недавно умерла 97 лет который верующий который тоже верующий который любил уважал и мы с ней разговаривали саж ты по-своему лишь а я по-своему два разговора нет вообще даже и даже не может быть посмотри сколько людей главное не только хороших среди мусульман есть воросты и буддистов есть среди кого там христиан есть конечно хорошие люди среди как-то ваш язычники тоже есть люди хорошие достойны но у тебя есть какое-то окружение которое вот в этой в этом направлении вы живете я имею душе конечно конечно и конечно россии достаточно много да много много развивается да есть люди да не буду говорить кто но есть люди да есть я считаю что такое нашу известный путешествие каталия вадиме судакова который много делает который много делать который рассказывать о чем не нравится знаешь в этом человеке уж у нее нету агрессии ни к чему он расскажет объясняет почему так почему это вот что там есть хорошие там есть хорошие да то правильно а это наша это мое родное да знаешь есть и есть бы еще детстве я мог бы сказать да ну не хочу никого обижать еще как-то делать тогда так много чем можно сказать на есть одна хорошая пословица блин чужой бог хуже лешего леший заведет не уберешься а чуроху бог еще хуже саш хотел бы заканчивать знаешь нашу встречу и разговором об одном человеке и хочу про него спросить у тебя по большому счету который нас познакомил я когда завершил карьеру тогда это я так думал а на самом деле сделал паузу вот в 2008 году и 2010 я вернулся он меня вернул я об этом и в книге писал и много рассказывал это иван лагунцов ваня тогда говорил гриша иван дмитриевич да дриша ты что посмотри саня там там боксирует смотри там всех бьет тебе тоже надо и я как бы я благодаря ему реально вот у меня завел я так начал задумываться и он не про тебя просто вот как бы вот саша поведкин саша поведкин и в итоге вы в итоге потом вот мы были вот иван дмитриевич мой земляк вот скажется расскажи мне вот он с таким пристрастием с такой радостью всегда я я я считаю что это хороший человек который настоящий болельщик который любит своих да он всегда про тебя тоже рассказывал просто нормальный хороший человек который любил бокс да или вообще вид спорта вообще вот более всех наших на работе любил болел за всех наших ребят который нас познакомил с никита сергеевича михалкова так сказать нашу боксерскую тусовку да да сто процентов да никита сергеевич тоже очень образованная сильно человек обязательно передам привет вот это между нашу с тобой передачу будет смотреть и внимательно слушать да потому что иван дмитриевич красавчик ну красавчик и красавчик по жизни и тогда по жизни точно спроса какие планы вот карьера завершилась уже в принципе сколько уже ну полтора года почти прошло там почти два года у тебя вообще какие мысли на жизни занимаюсь здоровьем хожу в зал только же надо вот молодежью вот патриотический клуб может сейчас посмотрим ребят много очень которые занимаются тренируются его самое главное что прийти в что уважение к старшим чтобы знаешь было нормальным человеком и корни достаточно будет нормально человека который не обид слабо не будет там счету я не знаю унижать перед кем-то что-то доказывать чтобы нормально был человеком в обществе как-то мы были брестской крепости белоруссии это праздник когда напали великая часа войны началась и мы там были с ребятами ездили и как раз оборона брестской крепости да 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 ездили там реставрация была на столько людей было столько народа и ты знаешь все нормальные люди никакого кипиша нету никто не ругается все нормально уважительно другу относится мне это очень понравилось очень вот это мне понравилось очень то есть ты видишь там какое-то свое сейчас направление такое социальное до общение с детьми обе с молодежью как некая помощь нам какой-то вот кураторство в этом направо хочется чтобы наши ребята занимались занимались и спортом и патриотическим воспитанием и себя и своих ровесников там не за призывали давайте идите будьте сильнее мощнее добрее так что вот этим мне вот это близко я желаю тебе удачи вот саш спасибо что приехал рад был видеть за хороший разговор да решите тебя благодарю классная пусть побольше к тебе ребят приходит и побольше рассказать надеюсь если слышит меня пусть придет феди миллиард пусть великий чемпион аж великий человек федя приди расскажи про себя про свою жизнь ты же пример для ребят для нас пример федор мы тебя ждем